Дум в России Они стоят копейки, редко попадаются на глаза в силу отсутствия рекламы и по большей степени представляют из себя либо откровенный неиграбельный шрипотрёп, либо обычные игры на пару часиков, реже прям хорошие проекты. Но вот очень редко там можно найти такие игры, как я называю редкостная годнота. И сегодня о такой годноте и пойдёт речь. Друзья, представляю вам Doom в России, отечественный бумер-шутер, мясной русский колорит, шарп-шутер 3D. Но перед этим небольшой вопрос тебе. Мечтал ли ты стать большим боссом или сделать что-то своё? Тогда онлайн-магистратура — твой выбор, ведь это прямой путь к безграничным возможностям. Тем более есть прекрасные предложения абсолютно бесплатно. Посетить день открытых дверей магистрских программ, совместно организованной нетологией и ведущими вузами России. Пройдёт встреча 9 августа в 19.00. Магистратура — прекрасная возможность, ведь она даёт толчок к развитию и возможности перепрыгнуть несколько карьерных ступеней, чтобы претендовать на более интересную должность или же использовать навыки в своём собственном деле. Вся прелесть магистратуры в практических навыках, портфолио с реальными кейсами и в полезных связях. Ануайн-формат позволяет при этом находиться в любой точке мира и совмещать учёбу с работой, подстраивая расписание под себя. Разобраться в нынешних трендах на рынке и познакомиться с форматом обучения вам помогут на дне открытых дверей магистрских программ нетологии. Наверняка у тебя будет куча вопросов. Как магистратура помогает в развитии карьеры? Какие преимущества даёт ануайн-обучение и почему оно стало трендом? Как выбрать для себя новое направление, исходя из опыта и предпочтений? И в конце концов, как поступить в магистратуру? 9 августа в 19.00 на бесплатной встрече вы познакомитесь с семью онлайн-магистратурами, ведущих вузов России, и они ответят на все ваши вопросы. Регистрируйтесь и присоединяйтесь онлайн, сделайте важный шаг к новой профессии или поднимитесь на следующую ступеньку своей карьеры с онлайн-магистратурой. Постоянные зрители наверняка уже знакомы с этой игрой. Игра очень давно была в Стиме, и после затруднения с таким издателем, как Дагестан Технолоджи, её оттуда быстренько выпилили. Однако, спустя несколько лет, свершилось такое событие, такое событие. Игра возвращается в Стиме, и более того, с новым контентом. Внимание, игра представляет собой тупое развлекалого, и не ставит за собой цель кого-то оскорбить. Все персонажи и события вымышлены, а совпадения в игре случайны. Спасибо за внимание. Эх, вы посмотрите на этот вид из окна. Сказка. Мы только начали, а я уже как будто погрузился в реалии нашей жизни. Это маленькая квартира, ковёр на стене, плакат с любимой видеоигрой. А стоит только выйти в подъезд и... Везде срач, разрисованные стены, обоссанный лифт с обожжёнными кнопками. Какие-то алкаши, смотря на которых не понять, то ли это новый сосед, то ли старый, но пока ещё живой. По телеку, кстати, говорят, что сегодня будет футбольный матч. Такое пропускать нельзя. Сигаем на скутер и поехали. По пути мы решили заехать в бар и немного отлить. Отлили. Сцапались с каким-то мужиком и чуть его не убили. Я не знаю, что случилось, но люди вокруг как будто начали сходить с ума. Все объединились против нашего главного героя и пытаются его замочить. Алкаши, работники бара... Вполне реально, что это одни и те же люди. Ого. Хотелось бы выделить такой замечательный и огромный плюс шарпшутера, с которым нас знакомят с самого начала. Причём знакомят по максимуму. Взаимодействие с окружением. Понажимать на выключатель света, разбить мусорку, в надежде достать какой-нибудь ништяк, разбить банкоматы с никому не нужными деньгами в этой игре. Это прям самый минимум взаимодействия. Изредка можно сделать что-то более интересное, как допустим... ...заняться искусством. Ммм, красота. Мистер Милицейский, вы загораживаете. Как по мне, эта фишка не даёт ощутить игру какой-то картонной и пустой, и отлично способствует погружению. По пути на футбик натыкаемся на хипарей, хотя по факту это обычные нареки, которые искренне хотят тебя подсадить на иглу. Но ничего, ничего, сейчас мы их подсадим. На мясо! Ещё дальше мы встречаем наших лучших друзей. Шарпы. В названии игры не просто так есть приставка шарп, мы играем за одного из них. Я, конечно, не шарю в субкультурах, но описание гласит, что шарпы представляют этаких антифашистов, выступающих против расовых предрассудков и всего такого. Правда, получается странно, но в игре ситуация показывает, что это мы со своими шарпами дерёмся против всех. Хиппи, алкашей, милицейских, приезжих. Хотя этому, наверное, есть объяснение, но об этом позже. Походу, на матч мы опоздали. Тут вовсю идёт резня между фанатами. Причём, судя по тому, что подключились правоохранители, идёт она очень давно. Самое интересное, что наши друзья решили устроить анархию и мочат просто всех, кого не лень. В суде можно освободить несколько таких ребят, и они даже съёмочную группу попытаются замочить. Немного минута позже. Пробежать игру за 40 минут, если знать, какие срезы куда ведут, избегать большинства стычек и всегда первым делом искать выход. А можно и за 3 часа, если окунуться в игру с головой и каждую карту полностью обыскивать, на наличии всяких ништяков и дополнительного контента. Как пример, перед футбольным полем можно попробовать залететь в квартиру алкашам. Здороваемся, отвлекаем их от просмотра последствий футбольного матча и находим Энергос. Это аналог берсерка из Дума. Выбиваешь и мочишь всех голыми руками с одного удара. Или вот ситуация номер 2. Выбивать кого-то и вовсе не обязательно. Сигаем в подвалы местные многоэтажки и не трогая местных, по винтам выходим почти к концу уровня. Омон можно обойти прямо как два пальца, так что вот вам и пацифист ран. Добрались до электрички, тут мне попался какой-то загадочный дедок. Забегая наперёд, скажу, что это местный джемен как в халфе. Неожиданно появляется и также неожиданно исчезает. Ну да ладно, тут у нас опять тонна врагов, так что пока очищаю электричку. Стоит рассказать и про боёвку. У вас не будет полноценного арсенала. Вы появляетесь без всего, ищите, что попадётся под руку и вперёд крошить всем черепа. Бутылка, канцелярский нож, крышка от бачка унитаза, и каждый такой подручный предмет уникален в плане характеристик. Да, всё правильно. В игре упор идёт именно на ближнюю дистанцию, но из дальней поработать тоже дадут. Пистолетов, автоматов, минигана ждать не стоит, но вот четырёхзарядную осу и дробовичок в придачу вполне можно достать. Половина пути пройдена, осталось всего лишь дойти до дома. Вот незадача, все до сих пор пытаются нас убить, и арсенал у них плюс-минус такой же, как у нас. То есть преимущественно ближний бой. Да, иногда алкаши могут бутылку кинуть, или охранники пятёрочки с братками попасться с травматами, но в целом всё так же, как у вас. Расскажу про рогатку. Это как раз одно из новшеств последней версии. Разработчики хотят в будущих обновлениях сделать каждому персонажу, коих здесь трое, свои уникальные особенности. И дрон получил такую особенность первее всех. Дамага наносит мало, но в принципе пойдёт. Я первого босса из неё расстрелял на футбольном поле, и... зашибись. Пока шёл домой, наткнулся на церковь добра и позитива. Толя, это Сергей. А там внутри какая-то секта, какие-то чуваки в плащах с ножами и с наркоманами вперемешку. Кто бы мог подумать. Естественно, нас эта мешанина пытается пустить в расход. Здесь мы встречаем уже второго мини-босса, главного сектанта, который кидается коктейлями молотов. По сути, это оружие ваншот. Поймали бутылку лицом, и вы готовы. Вот это размена огнём по-королевски, конечно. Вообще, стоит отдельно рассказать про этих непонятных сектантов, так как они напрямую относятся к сюжету. Вначале они попадаются... редко. И то, если вы любитель исследовать карту, потому что места, где они отшиваются, являются секретными. Представьте такую ситуацию. Шарахаетесь вы по карте и натыкаетесь на заброшенную квартиру. А там... сектанты кого-то расчленили и кровью нафигачили непонятное граффити. Ну, как непонятное? Пока что непонятно, что на ней изображено. Посещаем дискотеку вместе с алкашами наперевес. Заходим в наш подос, расправляясь с последними соседями, и... Ой-ой-ой, кажется, это не наша однушка. Добро пожаловать домой. Вы прикиньте, они умудрились сделать игру в игре. Мы играем за терминатора, которого послали люди убивать различных монстров. Кстати, обратите внимание на то, что действие идёт на другой планете, и вот... на эту кровавую иконочку. Она встречается и в реальном мире, причём неоднократно. И на самом деле, мне кажется, эта иконка, она имеет связь с теми событиями, которые произойдут дальше. Что по игре? Это, конечно, не полноценный дум, который можно пройти от начала и до конца, как в Doom Eternal. Но увидеть такую фишку в нашей игре, сделанной на базе второго дума, да ещё и с таким подходом, это обалдеть, как запоминается. Чёрт возьми, да они даже не поленились собственную музыку под неё написать. Прикиньте, насколько они заморочились. Ох ты ж, блин. Лучше бы уж это Симонов к нам в дверь стучал, ей-богу. Понятное дело, пришли по нашу душу. Окутываем взглядом голую девицу в ванной. Кстати, если выбрать Алину, девица там тоже будет мыться? Интересно. Наши десятки убийств привлекают внимание органов, как это ни странно, и с этого момента начинается погоня за нами. Самое время рассказать про местную вселенную. Возможно, вы удивитесь, но в игре показана не Россия. Россия — это всего лишь часть вдохновения для вымышленной страны, показанной здесь. Как и в модификации Зной, в шарпшутере продемонстрирован всего лишь собирательный образ, который впитал в себя всего понемногу из стран постсоветского пространства. И самое главное, здесь всё это разбавили духом ранних нулевых. Так что же это за страна-то такая? Называется Южнославенко. Кто бы знал, что поездка на футбольный матч закончится для нас тотальным хаосом. Бежать нам некуда, так что остаётся только один вариант — метро. По пути нам посчастливится встретить Алину, одного из главных героев. И как бы я ни пытался её спасти, у меня ничего не получилось. Зато встреча с ней даёт нам точно понять, что мы не одни попали в эту неудобную ситуацию. Охота идёт и за нами, и за нашими близкими друзьями, и даже другими членами субкультуры шарпов. Естественно, в силу своей великой мощи славянской, мы раскидываем всех и вся. Несколько десятков человек мы точно замочили. Однако, даже такого зверя, как мы, может остановить толпа милицейских молотчиков на выходе. Только что мне дали пороже, а теперь я оказался тут. На своём верном скакуне я рассекал по гавайской дороге, и тут на песке я встретил её. Боже, она была красива. Я хотел понюхать её, но что-то постоянно откидывало меня назад. Шумов становилось всё больше, и я понял. Это мой сокамерник, тыкает бутылкой в мою задницу. Тюрьма. Персонаж наш, торжествуя, раскидывает ножом всех в печень. После отсидки в несколько месяцев, каким-то чудом открываются все камеры, и начинается массовый бунт. Шарпы, алкаши, тюремные охранники с ОМОНом. Тюрьму можно считать одной из самых мясных карт. Мясорезки участвуют все. Причём стоит отметить, что именно с тюрьмы конфликт в игре вышел на новый уровень. Из обычной локальной потасовки с участием главного героя до масштабов конфликта целого города. Но об этом пока позже. Нам тут надо преодолеть толпу ОМОНа и зэков, что в принципе мы делаем вполне удачно. Последней преградой является начальник тюрьмы, но в принципе за счёт нелинейности шарпшутера его можно и обойти. Отличный сегмент в игре, единственное что мне не понравилось, так это звук. Этот пердёж пришлось слушать половину тюрьмы. И это больно. И вот открывается нынешняя картина. Зимний город, охваченный хаосом, под сильным снегопадом. Это даже в какой-то степени атмосферно. Повсюду идут локальные и не очень стычки. Милицейских просто пруд пруди. Везде их техника, их здесь буквально десятки. И причём милиция и шарпы судя по всему поменялись местами, потому что именно они теперь мочат поголовно всех. А оно и неудивительно. Ситуация получается такой, что во главе города, где мы находимся, или даже государства, у власти встало что-то не совсем человеческое, скажем так. Точно пока неизвестно, кто они. Но наличие секты, которая им поклоняется, дико смущает людей. Так-то напомню, секта приносит жертвы, расчленяя людишек и рисует вот эту символику кровью. Как я понял, под конец игры, эта символика является официальным логотипом местных властей. Может быть их гербом, если можно так выразиться. Хотя очевидно, это всего лишь одна из причин для восстания местных жителей. Ещё одна особенность, которую хотелось бы выделить. За всю игру мы несколько раз побываем в нашем районе. Где-то около трёх, если быть точнее. Это не тот момент, когда разработчики тупо клонировали карту и почти ничего не поменяли. Нет, разнообразие завезли. Допустим, будут открывать и закрывать какие-то заведения, магазины там, бар или типа того. Разок и вовсе приедет целый зоопарк, где можно будет выпустить тигров, и они вам помогут замочить врагов. Будут появляться новые пути и секретки, соответственно. В последний раз можно даже прийти и посмотреть, как изменилась твоя квартира после отсидки в тюрьме. Знаете, что там изменилось? Дверь ломанули, и всё оттуда вынесли и продали. Прямо вместе с твоей девкой. Но теперь-то уж точно больше ничего не остаётся, как просто идти до конца. Наш путь лежит через крыши, многочисленные квартиры и прочие интересные места, где можно сполна хлебнуть отечественного колорита двухтысячных. А если по чесноку, то неудивительно, что в этом городе происходит такая анархия. Дело в том, что последние версии ощутимо расширили финал игры. То есть ходьбы по крышам и по падикам в перемешку с квартирами стало куда больше. И знаете, в какую квартиру не зайдёшь, везде просто творится лютый трэш и мрак. Если вы думали, что сумасшедшая бабка это пик абсурда, к сожалению, нет. В каждой второй квартире сидят наркоманы, и их очень-очень много. Я тут вентиляции как-то завернул не туда, куда нужно, и попал прямо в самый огород мариванны. Не город, а сплошной наркопритон с сектантами, алкашами, нацистами, ментами. В общем, незабываемое ощущение. И вот финальный штурм. Бок о бок с нашими лучшими друзьями. Мы пытаемся пробиться к логову нехороших существ. Ситуация накалилась настолько, что наши шарпы объединились с другими представителями субкультур. Скорее всего, вам будет знакома эта картина и неспроста. Прообразом этой крепости является одно из самых узнаваемых зданий Российской Федерации. А так, естественно, это здание больше ничего общего не имеет. Только Ленина внутри. Попадаем внутрь крепости, и пройдя несколько загадочных помещений, встречаем того самого черного деда. Очень странный дедок, конечно. Ну да хер с ним. Идем дальше. Опять какие-то непонятные катакомбы, но с четким запахом некой древней цивилизации. И какой-то тайной. На стене можно увидеть наскальный рисунок мавзолея Ленина, самого Ленина, а рядом три гроба. Где-то здесь спрятана тайна. Долго думать нам не дают, потому что через 10 метров на нас выскакивает недобитый дед. И оказывается... Бомж, следящий за игроком всю игру подряд, оказался рептилоидом. Сюжет просто снос башни. Но это еще не все. Поверьте, дальше лучше. Это тоже босс, и его тоже надо рубить топором по голове. Что мы и делаем. Покидаем катакомбы, недолго блуждаем по вентиляциям, и все. Добро пожаловать в самое логово, где высших чинов охраняют самые элитные менты. Их можно назвать мини-боссами, ибо они очень живучие. Без всяких угрызений совести мочим их, потому что им промыли мозги нечеловеческие силы, и в секретке натыкаемся на нечто страшное. Клоны какого-то мужика. Понятия не имею, кто это. Похож на кого-то важного. Идем дальше. Но пройдя еще немного, мы встречаем его лично. Я узнал его. Это главный злодей. Он ответственен за весь хаос в месте, где мы живем. Я понимаю, кого он вам напоминает. Я такого же взгляда, как и вы. Консул из Half-Life 2 бета. Это ты. Только усатый. Да-да-да, тот тоже был тираном на подсосе у инопланетян. Получай по лицу, мудила. Ой, бля. Все. Вот она. Разгадка мирового масштаба. На самом деле, эту страну захватили агрессивные инопланетные существа, замаскированные под людей. Все сходится. Вспомните те граффити, нарисованные сектантами. Там же существо практически один в один выглядело, прям как вот этот. А про игру, в которую играл наш главный герой дома. Вспомните иконки на флагах. Это мы, наверное, в будущем на их планете истреблением занимаемся. В общем, время финальной битвы. Всякую инопланетную нечисть истребили, город несмотря на это похоронили. Что ж, интересно, что нас будет ждать дальше, ведь это еще далеко не конец нашего пути. Что я могу сказать? Я перепрошел эту игру и нифига не пожалел. Какая же она все-таки классная. Мда, графика тут, конечно, жестяк. Но давайте честно, она кого-нибудь вообще волнует из тех зрителей, которые досмотрели до этого момента. Людей, которых игра действительно заинтересовала. У игры есть весомые технические траблы, которые разработчики вовсю пытаются пофиксить. Те же настройки управления, например, не сохраняются, хоть их там и немного. Музыка, половина из которой откровенно странная и ее хочется вырубить, тоже, к сожалению, не отключается. Ну и геймплей, которым особым разнообразием здесь не блещет. Однако, несмотря на это, для откровенно маленькой цены в 125 рублей, я думаю, эта игрушка может подарить море положительных эмоций. Но тут есть один небольшой нюанс. Те, кто покупал игру раньше, пока что новую версию не получат. Разработчики, как я понимаю, тоже думают, что с этим делать, потому что издатель у них новый. Еще пара слов о новой версии. Разработчики уже тестируют мультиплеер, так что вполне реально возможен кооп. Новые обновления с новым контентом, возможно, будут новые уровни. И самое главное, разработчики официально показали, на что пойдут деньги с первой части. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Всем сердцем буду ждать. Ну и надеяться на хороший новый контент в первой части в будущих обновах. Заканчиваем. Бустеры. И в этот раз хочу сказать вам большое спасибо за вашу поддержку. Для тех, кто не подписан, там можно найти уникальные плюшки от меня. Например, архив музыки со стримов и видео, разблокированные старые записи стримов, иногда выкладываю видео чуть пораньше и без рекламы, и прочий эксклюзивный видеоконтент. Также либо сегодня, либо завтра будет стрим. Я попрохожу шарпшутер на максимальной сложности, плюс покажу секретки и прочие интересные вещи. А также обсудим с вами, какие есть еще похожие игры отечественного производства. Если подкинете, может, по какой-нибудь даже видосик запилю. В остальном все. Про лайки не забывайте, в комментариях что-нибудь пишите. Всем удачи и увидимся в новых видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Продолжение следует...